Солнце защитные очки Смотрите в программе «Формула качества». Внимание, модницы и модники! Как бы странно это ни звучало, но солнцезащитные очки – это не просто стильный аксессуар. В первую очередь, созданы они для того, чтобы защищать ваши глаза от ультрафиолета. Поэтому, какой бы роскошная оправа ни была, если линзы некачественные, они могут нанести непоправимый вред вашему здоровью. Сегодня я расскажу вам, как правильно подобрать очки так, чтобы они не только были модными и красивыми, но и не вредили здоровью ваших глаз. Наталья, здравствуйте! Добрый день! Какие очки у вас есть? В нашем салоне представлен огромный выбор солнцезащитных очков, известных брендов. Ну, здесь вот у нас очки лежат. Из этих какие-то вот сейчас модными являются? Да, естественно, модной является форма капля. Это классика, да? Да, это классика считается. Они модные сезон в сезон. Да, единственное, что здесь необычные дужки, поэтому… И необычное покрытие очков, поэтому мы рекомендуем такие очки для тех, кто не может носить очки с поляризацией. Что такое поляризация? Поляризация – это свойство линз, которое убирает блики, присутствующие на дороге там. В принципе, мы можем проверить свойства поляризации. Вот у нас есть тестер, вы можете очки одеть с поляризацией и сказать нам, что вы видите. Вот смотрите на тестер. Это какой-нибудь сейчас будет объем 3D? О, как-то так. Что вы видите? Ничего себе! Смотрите, вы видите что-нибудь здесь? Вот дома, дорога, да? А я вижу в этих очках еще и машину, которая вот здесь сейчас едет. Представляете? Чудеса какие-то. То есть в этих очках я могу увидеть на дороге то, что видно плохо, да? Да, то, что видно плохо, что бликует, что мешает зрению. Не видно ее. Здорово! Наташа, с этими очками все понятно? Я вижу, у вас здесь огромный выбор. Очень хочется посмотреть, какие еще очки сейчас популярны. Пойдемте, я с удовольствием вам их покажу. Пойдемте. Вот на этом стенде представлены солнцезащитные очки коллекции 2012 года от самых известных производителей. Наташа, вот про эту форму вы говорили, кошачий глаз. Да, да. Это на сегодня самая актуальная тенденция. А как правильно подобрать себе очки? На что нужно обратить внимание в первую очередь? Вы знаете, в первую очередь нужно понять, для чего нужны вам эти очки. Для отдыха на пляже, в клубе, там для занятий спорта. Да, на отдыха. Для отдыха на пляже. Давайте попробуем подобрать такие очки. Выбор солнцезащитных очков у многих из нас сводится лишь к тому, подходят они нам по форме или нет. Однако существуют гораздо более важные критерии. Во-первых, дешевые солнцезащитные очки не имеют фильтра от ультрафиолетовых лучей. А именно за это свойства очки и ценятся. Далее, на праве очков, а именно на дужках, должен быть знак европейского соответствия. Хорошие фирменные очки упакованы в специальный футляр и коробку, в которой также имеется книжечка, инструкция и салфетка из микрофибры. И, наконец, хорошие солнцезащитные очки просто не могут стоить 200 или 300 рублей. Считается, что минимальная стоимость хороших солнцезащитных очков начинается с отметки 1500 рублей. Можно без проблем. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Я знаю, что у вас можно проверить качество линз. Можно. Я вам принесла несколько разных очков. Одни из них мои собственные, остальные я купила сегодня. Хочу проверить, насколько качественны в них линзы. Ну, давайте посмотрим. Давайте. Алексей, сколько процентов ультрафиолета очки могут пропускать? Допустимая норма есть какая-то? Нормы нет, но желательно, чтобы не пропускали ничего. Чтобы стопроцентное было непропускание, скажем так. Ну, вот в данном случае пока очков, оправы здесь нету в приборе, он нам показывает стопроцентное прохождение. Так. Ставим линзу. Ноль. Ноль. То есть никакого ультрафиолета через эту линзу не проходит. Ура, мои очки безопасны. Так, давайте следующее. То же самое можно проделать с любой оправой. Один. Один процент. Пропускают. Ну, правильно, они голубые, в общем-то. Они немножко светлые. Они не предназначены для солнца, поэтому это нормальная ситуация. Эти ноль. И можно последний я сама проверю, если вы не против. Вот сюда. Вот сюда. Ноль. Алексей, ну хорошо, с линзами мы разобрались, они у нас все качественные, но как же быть с оправой? Как можно ее проверить и как отличить качественные от некачественные? Ну, для начала достаточно ее просто внимательно рассмотреть. С внутренней стороны заушника вы видите надписи, логотипов и всего прочего. Да. Так вот, в качественные оправы это все, все надписи делаются методом гравировки, а потом уже закрашивают. А вне качественных? А вне качественных, вот подобные. Это просто штамп. По составу материала можно провести ее в самый простейший тест. Давайте. Немножко оправку подогреть. А-а-а! Дело в том, что любая качественная оправа подразумевает то, что люди ее могут носить. Правильно. Под себя, да? И с каждого своего размера головы. Каждую оправу правильно подогнать именно под данного человека. Ой, что это, фен? Это фен. Ну, да, такой своеобразный. По сути, это тоже, чем пользуются некоторые. А пластмасса не должна расплавиться? Нет. Не может такого быть? Так. Нет, ничем не пахнет. Так. Значит, хороший материал. А гнуть не будем? Только все. Гнуть мы пока не будем. Не будем. Если вам не нужно. А вот здесь мы можем попробовать на некачественном? Это вы специально подготовили, чтобы разницу. Да, мне показать, я так понимаю? А вот это поймем. Ну, да, посильнее. Есть запах, причем запах нефтепродукта. Я не знаю, как пахнет нефть, к сожалению. Бензинчиком. А, бензинчиком. Немножко бензинчиком он пахнет. Ну, слабый запах. А вот эти попробуем? Вот не гнусь. При нагреве данный материал не размягчается. То есть, если эти очки вам чем-то не подходят, подогнать уже под ваше лицо их нереально. А материал, из которого они делаются, что это вообще такое? Очень похоже на продукт вторичной переработки. Алексей, спасибо вам большое за консультацию. Я поняла, по крайней мере, что приобрела качественные очки. Это уже большой плюс. Ну, а дальше я отправлюсь к врачу, чтобы узнать, какой вред здоровью могут нанести некачественные очки. Сергей, добрый день. Здравствуйте. Могли бы вы мне рассказать о вреде и пользе солнцезащитных очков? Конечно, могу. Любые солнцезащитные очки призваны защищать от ультрафиолета. Соответственно, выбор некачественных солнцезащитных очков может повредить глазам. Каким образом? Вызвать серьезные заболевания, например, такие как катаракта, либо ожог сетчатки. Существуют ли рекомендации или, наоборот, противопоказания к ношению вот таких цветных очков, линз? Знаете, существует очень много различных видов цветов для очков. Все они, если на полной мере защищают на 100% от ультрафиолета, то их все можно использовать. Ну, смотрите, здесь оранжевый, есть желтый. Я, кстати, слышала, что вот такие цвета повышают настроение. Это правда? Это все правда? Ой, все, у меня повысилось настроение, отлично. Это все также индивидуально. Кому-то удобнее ходить в оранжевых, кому-то в розовых. Сергей, а имеет ли значение материала, с которого выполнены линзы? Будет это пластик или стекло? Нет, не имеет значения, потому что современные сорта пластика сейчас по оптическим свойствам, в принципе, напоминают стекло. Вот это все пластик? Это все пластик, да. Стеклянные линзы имеют преимущество только в одном – то, что они более устойчивы к царапинам. Обязательно храните ваши очки в футляре. Надевайте и снимайте их двумя руками, чтобы избежать искривления оправы. Протирайте линзы очков мягкой тряпкой из микрофибры. Очищать очки можно либо специальным спреем, либо мыльным раствором. Итак, при выборе солнцезащитных очков помните, что они не должны пропускать ультрафиолетовых лучей. Оправа должна быть сделана из качественных материалов, а цветные линзы могут вызвать индивидуальную непереносимость. Поэтому не спешите взглянуть на мир сквозь розовые очки. Отнеситесь к этому вопросу ответственно и серьезно. Первое приспособление, отдаленно напоминавшее современные солнцезащитные очки, было найдено в гробнице египетского фараона Тутанхамона. Они представляли собой два очень тонких спила изумруда, соединенных между собой пластинками из бронзы. Разумеется, такие роскошные очки могли позволить себе далеко не все. Египтяне простого звания прикрывали верхнюю часть своего лица раскрашенным папирусом. Хорошо, что сегодня выбор очков огромен и разнообразен. И прикрывать лицо раскрашенным папирусом уже не нужно. Но все равно будьте внимательны при выборе очков и берегите здоровье ваших глаз. С вами была программа «Формула качества» и я, Алина Шувалова. Увидимся. Пока.